Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города из Кинчану Терми, для тех, кто первый раз попал на мой третий канал. Я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описаниях я оставлю ссылку на мой основной канал, где под 300 тысяч подписчиков на мой второй канал, где под 100 тысяч подписчиков. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Спасибо, друзья, за донат. Я получила донат. Спасибо, что поддерживаете мою работу. И, как всегда, обращаясь к моим подписчикам, которые просматривают мои сюжеты с территории Российской Федерации, если у вас будет возможность пользоваться данной ссылкой, мы вам, не только я, но и все остальные блогеры, мы вам будем очень-очень признательны, потому что наверняка вы знаете, что на территории России была временно, будем надеяться, что временно отключена реклама. Если такой возможности нет, в любом случае я благодарна абсолютно всем подписчикам. Спасибо, что смотрите и спасибо, что делитесь моими сюжетами. На какую тему мы с вами сегодня поговорим? Ну, я уже обсуждала в своих предыдущих сюжетах то, что у нас в Италии в конце сентября у нас будут вот выборы очередные. И вот то, о чем сейчас говорят очень многие, в первую очередь, независимые источники, это та программа, которую предложила партия, такая есть в Италии, называется ПИДИ, Партии ту демократику. Или как, если честно сказать, я их еще называю, называю давно, больше 10 лет, пединги демократические. И, в общем-то, вот то, что они предлагают, я думаю, что полностью соответствует вот именно моему персональному представлению о роде деятельности этой партии. Но вообще, как бы, каждый у нас знает, что эта партия, она существует не сама по себе, она существует полностью на средства старшего брата, заокеанского брата в лице такой небезызвестной семьи, как семья Ротшильда. То представлять не надо. Вот. И, друзья, значит, та программа, которую они предложили. Как вы понимаете, всегда такая вот подача достаточно сладкая, достаточно такая лакомая, что всегда в Италии, вот те мои подписчики, которые давно проживают в Италии, вы знаете, что у нас была всегда проблема, это места в детских садиках, что очень сложно было определить ребенка в детский садик. Я хочу привести пример моего сына. Несмотря на то, что моему сыну уже 24 года, но я помню очень хорошо, что вот мы хотели его отдать в садик, когда ему было 4 года, но мест не было. То есть его взяли вот этот последний год перед школой в 5 лет. То есть он ходил в садик с 5 до 6, и в 6 лет он уже у нас пошел в школу. А вот заранее, в 4 года, когда мы его хотели отдать, то есть мест действительно просто-напросто не было. Я помню, как вот мы с моим мужем разрывались, потому что у нас был практически на перекладных, потому что я уже в то время получила лицензию, и мне надо было работать, конечно же. И, в общем-то, вот мы брали бэбиситеров всевозможных, и не всегда это было удачно у нас. Все. И, конечно, детского садика очень-очень сильно не хватало. И я понимаю, что чисто психологически, а мы с вами очень много рассматриваем именно психологических вопросов на данной моей платформе, это, конечно же, такой лакомый кусок, поскольку в подкорке очень многих людей здесь, в Италии, такое понятие присутствует, что мест в детских садиках всегда не хватало, что мамы должны были выходить на работу, а мест не было, что это всегда была большая проблема. И вдруг вот сейчас в формате вот этой вот партии ПИДИ прилетает такая благая новость, что не только детские садики, но и ясли. И смотрите, как вам сейчас, дорогие женщины, дорогие мамочки, вам сейчас повезет, потому что не просто даже у вас будет такая возможность отправить ваше чадо в ясли, а это станет обязательным. То есть, значит, от нуля до трех – это ясли. Потом после трех – это уже начинается детский садик. То есть цена вопроса, что когда ребенку будет 3-4 месяца, то есть, в принципе, мать его должна будет, не то, что будет иметь такое право, иметь такую возможность, она будет должна его отправить в ясли. То есть вопрос в том, что даже если она, допустим, не работает, она дома, но чисто вот с точки зрения интеграционной, она должна будет отправлять. Смотрите, это то же самое, что школа. То есть даже если мама не работает, если мама постоянно находится дома, но школа, она обязательная, то есть вы отправляете ребенка в школу, и там ваше время вы проводите как угодно. Работаете, не работаете, это никого не интересует. Если вы не отправляете ребенка в школу, то что происходит, значит, приходит полиция, это в любой стране таким образом, предупреждает, один раз предупреждает, второй раз, значит, если второй раз не срабатывает, там уже внедряются органы опеки. Ну и дальше уже, когда внедряются органы опеки, вы понимаете, там дальше уже как это повезет, как фишка ляжет по такому принципу. То есть то, что предлагает вот эта самая партия PD, так называемая, это как раз вот именно такой вариант, что хоть работаешь ты или не работаешь, но твоему ребенку 3-4 месяца, все, значит, ты его изволь отправить в ясли. Значит, тут цена вопроса такая. Хорошо, а грудное молоко, то есть грудное вскармливание, потому что вот вообще как бы ребенка принято кормить грудью до года. У меня, например, это было до 11 месяцев. Слава тебе, Господи, поэтому получилось так, что вот у нас сын, он практически не болеет, слава Богу. Вот те, которые там, вот это искусственное вскармливание и так далее, я понимаю, что наверняка какие-то существуют очень хорошие смеси, но я считаю, что все равно материнское грудное молоко ничто никаким образом заменить не может, потому что это природный дар. Вот, поэтому получается как, что женщина, хочет она этого или не хочет, она должна ребенка, младенца своего оторвать от груди, отправить туда, а кто там им будет заниматься. Вот это вот цена вопроса. То есть, в принципе, если я вот такую кроху, да, маленькую, отправляю в ясли, я должна хотя бы минимум иметь представление о том, кто эти люди. Значит, там какие-то женщины, какие-то девочки, которые сдали какие-то там непонятные экзамены и получили вот это право заниматься маленькими. Ну, хорошо, допустим, они там все очень хорошие, а одна какая-то попалась ненормальная. Потому что если сейчас станет вопрос такое количество этих заведений яслей, то получается, что как бы особенно фильтровать-то не будут. Будут брать их подряд. Вы понимаете, что для психологической точки зрения, вот для такого маленького, как 3-4 месяца, он чувствует мать. То есть, оторвать его от матери, это очень большой стресс. Он понимает ребенок, он это чувствует, что мать его оставляет, что он с ней связан. И связан до года очень сильно, он связан совершенно на другом уровне. Вы об этом можете прочитать. Очень много статей. И психологи это описывают, и педиатры это описывают. Что это необыкновенная связь происходит между матерью и ребенком именно вот в этот период, когда он только-только родился. И через ее молоко он получает очень многое. То есть, получается, что цена вопроса, цена вопроса, вот эту вот связь каким-то образом обрубить. То есть, таким образом, ребенок, по большому счету, он становится ничем. То есть, там вот эти вот женщины, которые будут работать по методичке. Как вы понимаете, что все вот эти вот методички, они тоже будут писаться где-то там в определенном месте, определенными структурами, или, скажем так, представителями вот этих, вот этой Зоокеанской братьи, по, скажем так, перевоспитательным методам. Перевоспитательным по их, по собственному формату. Значит, я некоторые вещи прочитала из этой программы, я смогла найти эти вещи. Понятно, что это все пытаются они каким-то образом обличить какие-то определенные рамки, что это правильно, что там тоже работают психологи, которые понимают, как можно воздействовать на умы. Вот. И представить это все в таком вот, в более, скажем так, в таком рафинированном, сладком виде. Но я посмотрела вот в этой программе, например, вот когда ребенок чуть-чуть подрастает, допустим, там годик, да, уже у него интересуют, формируются каким-то образом определенные пристрастия. То есть мальчики начинают играть в машинки, там, в солдатиков, девочки автоматически начинают играть там в куклы, ну, в мишек, там, в собачек, котиков все вместе играют, но девочки, как правило, играют в куклы, потому что, ну, вот так вот у нас природа, природа, она вот таким образом распорядилась. А там идет программа таким образом, что вот ты, допустим, два дня ты поиграл, ты мальчик, да, ты поиграл там в машинки, в солдатиков, а потом, когда, значит, тебя приводят, оставляют вот в этих, в этом садике, в яслях. Значит, воспитательница говорит, нет, ты сегодня не будешь играть в солдатиков, и ты не будешь играть в машинки. Значит, вот смотри, вот тут Лаура, у Лауры у нее, например, кукла, мы у нее забираем куклу, мы даем тебе, Джованни, вот эту вот куклу, а Лауре мы даем твоих солдатиков и даем твоей машинке. И вот сегодня мы играем вот таким вот образом, мы наоборот. Или давайте мы будем меняться одеждой. Вот, значит, Джованни, он все время ходит в станишках там и в рубашке, а давай вот ты, значит, поменяешься с Лаурой. У нее вот такое красивое платье, ты давай вот примерь, может быть, тебе тоже такая вещь подойдет, потому что надо расширять, то есть у них же идет каким образом вот формат, да, надо расширять вот таким вот образом кругозор, вот, надо расширять его пренепременно, что, значит, вот все время находиться, если ты пацан в формате вот этих вот самых машинок, солдатиков, или если ты, значит, девчонка, соответственно, почему в формате всех вот этих вот кукол. Это прописано в программе, то есть, понимаете, идет вот такое вот воздействие. А почему вот они, в принципе, говорят, да, что вот там скандинавские страны, они приводят, в пример, что там вот ясли вот эти самые работают, и при всевозможных производствах, что поскольку у нас проблема сейчас вот это вот климактерическое, климатическое, потому что у нас идет вот это потепление, соответственно, и плюс экономический кризис очень сильный, поэтому это тоже психологическое такое воздействие этих абьюзеров на восприятие мировых абьюзеров, что мы во всем виноваты, понимаете, мы, только мы абсолютно во всем виноваты, вот, соответственно, все должны сейчас выходить на работу, все должны вкалывать с утра до вечера для того, чтобы выводить страну из этого экономического кризиса, поскольку виноваты исключительно только мы, не они, не эти старшие братья заокеанские, которые придумали нам все вот это вот, ага, ага, а потом уже там дальше пошло, пошли вот эти вот там ложечки за папу, за папу, за детскую. Нет, это абьюзеры, это психопаты, которые, в общем-то, вот это все сами придумывают, а потом перекладывают все это на нас с вами, но это не потому, что с головой большие проблемы от рождения, а потому, что, в общем-то, это выученная вещь, выученная именно с психологической точки зрения, что во всем виноваты мы, поэтому мы должны эти вопросы решать, поэтому мы должны вот грудничков отбирать, отрывать от груди, отправлять их в ясли, а мать при всем при этом должна вот таким вот образом лучше идти на работу, но даже если она не пойдет на работу, как я сказала, в любом случае, ясли они должны быть, то есть это вот там промоют, промоют вот это вот место как следует и воспитывают, будут воспитывать так, как должны воспитывать. Следующий момент, я вам хочу сказать, что вот раньше, например, в Италии, еще лет 20 тому назад сделать аборт, это было достаточно сложная вещь, то есть ты прежде чем, слава богу, как говорится, меня бог миловал, но я очень хорошо знаю, что было таким образом, что если женщина на это дело решалась, она должна была тоже пойти к психологу, это был государственный психолог, естественно, вместе с мужем она туда шла и психолог разговаривал, то есть психолог пытался отговорить, зачем это делать, надо оставить, потому что семья это самое главное, вы потом об этом будете жалеть и так далее, это было 20 лет тому назад. Сейчас это абсолютно все упразднилось, более того, я вам хочу сказать, что допустим, вот здесь пойти там что-то проверить, посмотреть там внутри, чтобы это было качество, это очереди невероятные, вот там на УЗИ, например, это там, если бесплатно, это несколько месяцев, а в противном случае ты просто идешь и платишь, 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 очень крупные суммы денег, вот, а что у нас получается, видите, что вот это вот, все вот это вот, это бесплатно, абсолютно, это такой дар божий, или аборт, это тоже бесплатно, то есть проблем с этим никаких нет, зачем вам вот это все, зачем, ну что вы, вы должны идти работать, работать вот на этих вот, которые там у нас старшие братья, вот, должны в общем-то все свое свободное время посвящать абсолютно им, а там не вот этим вот, не вопросом, скажем, своей физиологии естественной, в общем-то то, что свойственно любой женщине, любой матери, это инстинкт, инстинкт размножения, да, вот так вот в биологии говорят, нет, это совсем не обязательно, вот, и плюс еще, конечно, сейчас вот я смотрю, очень сильно облегчилась вот эта вот практика, это разводы, что в Италии на протяжении многих лет вообще разводов не было, потом их разрешили, и, ну, а сейчас это упрощается, 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 то есть если это раньше на это там уходило, уходили годы, то сейчас, насколько я вот знаю, насколько я наслышана, что это просто делается очень-очень просто, как во многих других странах, то есть цена вопроса, это буквально там несколько месяцев, и вопрос решен, то есть, и вы понимаете, что вот в это во все вкладываются огромные деньги, потому что все вот эти феминистские журналы, они, в общем-то, работают благодаря рекламе, и государство их забивает рекламой, то есть ты действительно покупаешь такой журнал, ты открываешь, там идет реклама и каких-то летних сумок, и новые обуви, рекламы очень-очень много, то есть кто-то, видимо, пропедаливает все вот это вот для того, чтобы вот такая пресса, вот такая пресса, она развивалась, развивалась очень активно, вот, и вот кроме вот этого огромного количества, причем дорогой достаточно рекламы, которые даются в подобных вот источниках информации, там, значит, идет вот это вот в том числе, что делайте аборты, не нравится что-то там, не надо мириться, не надо искать никакие там дороги, пути примирения, извините, пожалуйста, был звонок, поэтому пришлось прерваться, поэтому суть такая, что если что-то там не ладится в семейных отношениях, да наплевать на них абсолютно, там разбежались разные стороны, и каждый как хочет, так он и живет, а человек, он по сути по своей, это такая вещь, мы парники, парники, человек, он не очень хорошо существует, когда он существует один, то есть даже если происходит что-то вот в семейных отношениях или в каких-то постоянных отношениях, то есть автоматически тебе хочется найти, естественно, себе пару, ты не можешь быть, не можешь находиться один, тебе хочется эмоций, тебе хочется чувствовать, тебе хочется любить, тебе хочется о ком-то заботиться, вот таким вот образом нас создает, создает природа, создала природа, я считаю, что этому ни в коем случае не надо сопротивляться, то есть это наоборот надо поддерживать, раз природа тебе такие возможности уже, тебя одарила такими возможностями, соответственно, это надо только развивать в себе, а не идти супротив, как они хотят, посредством вот этого вот черного квадрата, который квадрат не Малевича, потому что, в общем-то, это же рупорт своеобразный того, что им говорят делать менеджеры, менеджеры карчи, менеджеры вот этих самых заокеанских наших старших братьев. Потому что все распоряжения, все вот эти методички, они, естественно, приходят оттуда. Но я хочу все-таки в конце этого репортажа обратиться абсолютно ко всем моим подписчикам. Ребята, ни за что этого не делайте. Нельзя крох отдавать в ясли. Ни в коем случае этого делать нельзя. И если вы видите, что вот любой такой вот квадрат, который Нима Малевича, начинает очень сильно пробивать какую-то определенную тему, как это уже с нами было. Потом у нас вот эти вот, вот это вот все пошло, ложечки пошли и прочее. Как вы видите, только что это вот таким образом очень в грубой форме, некорректной форме, в навязчивой форме. Это начинает навязываться. Осторожно. Подключайте, пожалуйста, логическое мышление. Пытайтесь этот клубок перевернуть, откатить назад и подумать, что же все-таки за этим за всем стоит. Насколько это для нас важно и в первую очередь для наших чат. Который, к большому сожалению, ничего решить в этом вопросе не может. Ему нужна мать, новорожденному нужна мать. Он чувствует, что мать его оставляет. Пусть даже на какое-то время он пребывает в состоянии очень сильного стресса. Но он ничего не может сделать. Он не может сказать. Он еще не говорит в таком возрасте. Он не понимает, почему его оставили. Я вот хочу сказать даже напоследок. Я вот помню, что сын, когда мы его отправили в садик, вот пять лет ему было, он не хотел оставаться в садике. Он плакал. Потом в школу, когда первый класс мы его отводили. Тоже там какое-то время мы его бревном затаскивали. Вот дом привязан к родителям и все. Ну это нормально абсолютно. Абсолютно уже в определенном возрасте, конечно, это надо адаптироваться. Это надо находиться в коллективе их сверстников. Это само собой. Потому что они должны учиться взаимодействовать, ссориться, мириться, каким-то образом находить компромисс. Это нормально уже. Но это когда пять, шесть, семь лет и так далее. Но не когда новорожденный. Вот такие у нас времена, друзья. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся сегодня же. Субтитры сделал DimaTorzok